Сегодня в России отмечают День пожарной охраны. В этом году службе исполняется 371 год. В сезон в Югре происходят сотни пожаров различной степени сложности, на счету югорских огнеборцев сотни спасенных жизней. О людях, кто по долгу службы и в праздничный день на боевом посту, наш следующий сюжет из Нижневартовска. Этот выезд для одного из расчетов 42-й пожарной части – учебный. Тренировка в свободное во время дежурства время, рассказывает Эльнур Менегалиев, это возможность отработать алгоритмы, которые не раз пригодились во время боевых выездов. А их за 10 лет службы, рассказывает командир отделения, у его отряда было немало. В городе они тушили самые известные пожары. В 2012-м гаражный комплекс, который горел целые сутки. В 2019-м кровля пятиэтажных домов. Взаимосвязь. Мы должны работать как команда, мы должны сплоченные быть. Мы должны знать каждый, что делает, каждый, что берет, каждый, что будет делать. Мы уже сработаны, можно и так сказать, но у нас еще есть табель боевого расчета, там все прописано, кто что делает, кто что принимает. Нюансы во время боевого выезда, объясняет сослуживец Эльнура Роман Садегов, зависят от того, что душишь – хозпостройки или дома и квартиры. При работе с жильем ответственности добавляют владельцы строения или пострадавшие, которых необходимо эвакуировать из горящего здания. В состоянии стресса люди на появление специалистов в огнезащитных костюмах в полыхающем здании реагируют совершенно по-разному. К каждому человеку надо индивидуальный подход. Это зависит от обстановки, где возгорание, сколько дыма в помещении и так далее. Человек, ну, я не знаю, надо успокоить, главным образом надо успокоить и вывести на свежий воздух. Заходим, если человек находится в бессознательном состоянии, конечно же, мы одеваем на него спасательное устройство, проявляем эвакуацию на свежий воздух. На этой неделе Роман и Эльнур отличились во время тушения масштабного пожара в многоэтажном жилом доме. Из горящей квартиры они на руках вынесли двух сестер, одна из которых инвалид. Она находилась в самой дальней комнате и без посторонней помощи точно бы погибла. За спасение вортовчанок огнеборцев решили приставить к награде.